СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ НОВОЙ ЖИЗНИ, да, РЕБЁНКА, ПОЯВЛЕНИЕ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ, И МЫ ПОГОВОРИМ О ТОМ, КАКИЕ ОБРЯДЫ, КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЭТО РЕБЁНОК ИЗНАЧАЛЬНО ШОЛ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ. Да, сегодня мы еще раз будем напоминать об истоках, да, собственно, о первой основе, и помогать нам будут это делать уже по традиции священник Василий Песцов, настоятель храма Иоанна Претечи города Кирова, первый проректор Ревецкого Духовного Училища. Добрый день. Здравствуйте. И Нурислам Хаджи, имам мечети города Кирова. Ас-саляму алейкум ва-рахматуллаху. Алейкум ас-саляму алейкум ас-саляму. Традиционно у нас сегодня позиция православия и ислама будет представлена. Итак, в самом появлении ребенка на свет. И в православии, и в исламе это, безусловно, праздник. Да. Скажи, пожалуйста, отец Рождества. Конечно. Дето рождение всегда воспринималось православной церковью на основании библейской традиции как удивительный дар Божий, как благословение Божие для семьи. И действительно, если многодетные семьи всегда почитались и в православном и традиционном обществе, и всегда это была огромная радость не только для конкретной семьи, но и для всей христианской общины. То, например, когда были семьи бездетные по тем или иным обстоятельствам, то мы слышим даже в библейской традиции, что это воспринималось либо как наказание Божие, либо как очень большое испытание и горе для семьи. Ну, скорее всего, так. Не дать семье вот это чудо, явленное Богом, понятно, что это наказание. Поэтому все традиции и, собственно говоря, православные традиции, они носят такой праздничный, радостный характер. Да. В исламе тоже праздник, праздник. Потому что много раз говорится о том подарке, некий сакральный смысл о рождении ребенка. Это подарок от Всевышнего. Это как результат совместной жизни мужчины и женщины. Брака. Брака. Перед Богом. Да, совместной жизни. И мусульмане исходят обычно из постулата, который сказал Всевышний. Иннафи Расулли Ла Усфатум Хасана. Поистине в посланнике Аллаха для вас лучший пример. И все видят, как любил посланник Аллаха, алейсаляту асалям, своих детей. Как он любил внуков. Как он любил вообще маленьких детей. Что однажды он играет со своими внуками. К нему подожгал из подвижников. Один видный. Точно сейчас не вспомню имени. Ну, это не важно, в общем-то. Сейчас. И удивился. О, посланник Аллаха. Ты так играешь с детьми. Зачем? И пророк говорит. Как? Если Бог лишил тебя любви к детям, ты лишенец. Ты лишенец во всех смыслах? Лишенец Бога? Лишенец милости Всевышнего. Одно из имен Бога, аль-Вахаб, кстати, дарующий. Дарующий милости. И есть перечисленные его милости. Одна из них – любовь к детям. Если Бог не положил в сердце человека любовь к детям, то он лишен милости Божьей. И исходя из этих постулатов, это наше отношение к нашим детям. И что удивительно, сейчас наступают времена, когда начинают любить внуков больше, чем своих детей. Говорят, это признак конца света. Адам больше своих внуков любил, чем своих детей. Ух ты! У нас в студии два дедушки-то присутствуют в настоящее время. Ну, Хазрат, я как бы тут не знаю, кто говорит. Я не настолько учен, как вы, но я бы тут поспорил, поспорил. Спорьте, спорьте. А я, кстати, никогда не верил, что есть такие люди, которые, не знаю, от природы не могут любить детей. Мне всегда казалось, что те люди, которые говорят, как мужчины, так и женщины, что я не люблю детей. Они просто те-то лукают, просто вот они как-то отгораживаются. По статистике можно пригласить, которые вам расскажут, что есть такие люди, которые не любят своих детей. Нет, ну, понятно, пока дети маленькие, ты любишь своих детей, они вырастут, ты уж любишь по-другому. И когда ты снова видишь маленьких детей, и ты уже сам с ними, если ты еще и дед этих детей, ты очень часто видишь снова своих маленьких детей в этих внуках. Внуки не твое производное. Твое производное – твои дети. Ну, не знаю, не знаю. Вот так прямо по-мужски. Я бы поспорил, это не мое непосредственно, но, извините, это все равно… Да нельзя их разделять отец Василий. Да, конечно, это очень сложно делить до такой-то степени. Нет, мои внуки – мои внуки. На мой взгляд, что любовь к своим детям, что любовь к своим внукам, на мой взгляд, это одно и то же. Ведь и те, и другие являются одной твой кровью. И тем, и другим, и детям по отношению к родителям, и внукам по отношению к дедушкам, допустим, Господь давал заповедь «Чти отца и матери твою». Эта заповедь распространяется на любое уважение к старшим. То есть, не в буквальном смысле мать-отец, а их мать. Да, да. И те, кто, естественно, раньше в роду. Потому что, понятно, если там жив дедушка, прадедушка, то и почитание к нему должно быть, ну, может быть, согласно православной традиции, едва ли не выше даже, чем к родителям. Потому что это всё-таки старший род, а это человек, который родил твоих родителей. Другое дело, что вот то, о чём сказал мой коллега, помрачение, которое вызывает нелюбовь людей к детям, оно действительно бывает. И оно действительно бывает. Но проблема заключается в том, что это помрачение, оно вызвано греховностью человеческой природы, греховностью человеческого сердца. И оно не является в нас каким-то вложенным. Вложенным в нас является, несомненно, любовь к своим детям. Любовь, которая рождается из любви к Богу, любви к своему ближнему, и тем более любви к тому, кто ближе всего к тебе, кого ты родил. Но с греховностью человека увеличивается человеческий эгоизм. Как говорил Достоевский, чем дальше человек от Бога, это очень такой примерный пересказ, тем более он одинок. И это одиночество, этот эгоизм, он может вырастать в человеке, помея отдаления от Бога, настолько, что он может перестать настолько любить себя, что перестанет любить даже своих детей. Я вспомню евангельский эпизод, где Христос призывает апостолов не препятствовать приходить к Нему детям. И приводит пример, что вы не сможете спастись, если сами не будете как дети. Ведь свойство детей какое? Они любят нас, родителей, без какого-либо остатка, без каких-либо обстоятельств, несмотря на все наши достоинства и недостатки. Даже если вы ребенка наказали, отругали, бывает, отшлепали. Проходят 15-20 минут, и он снова бежит к вам, не помня никакой обиды, никакого зла. Он любит вас за то, что вы есть. Он любит вас за то, что вы с ним рядом. Вот такая любовь должна быть и между людьми. Она прямо противоположна эргонизму, самомнению, самовлюбленности. А эти состояния, состояния греховные, они могут приводить к таким трагедиям, о которых вы говорили. Я абсолютно согласен, подхватываю эту же мысль. Исходя из преданий от благословенного пророка, мы знаем, что каждый грех образует на сердце маленькое пятнышко ржавчины. Много грехов, все, сердце ржавеет и перестает шевелиться. Перестает шевелиться в духовном плане. Черствеет. А проявление любви – это некое оживление же сердца. А если оно зачерствело, окаменело, как оно может проявлять любовь? Поэтому вы говорите, что нелюбовь к детям – признак конца света в этом смысле. Да. Признак духовного конца человека в первую очередь. И посланник Аллаха Мериму также говорил, что если вы хотите увидеть жителей рая, смотрите на младенцев. Мы же знаем. Смотрим на них, радуемся. Запах их нюхаем. Представляем себе запах рая. Вот на прошлой передаче уже рассказывали. Это наше отношение к появлению ребенка. Радость. Однозначная радость. Естественная радость, которая вложена в нас. Да, естественная радость. Потому что ее не воспитать, не заставить. Ребенок чувствует все равно любовь к себе. Как было с моей внучкой. Первое впечатление ее на меня был крик. Плачь. Какой-то непонятный мужик с бородой лезет обняться. Лезет целоваться. Да. Я сказал, хорошо, я потерплю, я своей любовью получу свое потом. Заслужу. Заслужу. И вот она потихоньку, потихоньку почувствовала, насколько искренне я люблю свою внученьку. Ну, конечно, сейчас уже внук подрастает. Мне сейчас приходится умножать свою любовь на два. Не делить. Умножать. И вот внучка уже, значит, дедушкина внучка. Тут больше ничего не опишет, не скажешь. Ты чья? Я дедушкина. Да, сейчас пошел процесс завоевания сердца внука. Но это мужчина. Тут сложнее все-таки. Давайте сейчас поговорим о тех процедурах, через которые нужно обязательно провести. Только что появившиеся на свет человек. Обряды. Обряды, да, так называемые. Обряды. Тут есть различия все-таки. Но их смысл. Между православием и исламом. Ух. Сначала коллега расскажет. У нас, потому что много. До начала передачи вы сказали, как такого особого регламента нет жесткого. Что сделано? Да, непосредственно во время рождения, во время принятия родов каких-то канонических установлений не описано. Мужчина в этом не участвует? В обязательном порядке нет. Но это и не запрещается? Да, это и не запрещается. То есть, в данном случае церковь не регламентировала непосредственно этот процесс, процесс родов. Но есть несколько традиций, обрядовых традиций, которые сопровождают рождение детей. Есть в православии несколько молитв. Молитвы на 40-й день после рождения. Молитва – это связано с тем, что женщина после рождения пребывает в ритуальной нечистоте в течение 40 дней. А затем по 40 дней она приходит в храм, и над ней читаются молитвы, молитвы 40-го дня, в которых делается акцент, с одной стороны, на очищении матери, а с другой стороны, молитвы о духовном и телесном возрастании от рача, то есть ребенка, которого она родила. Причем, в зависимости от исхода родов, все равно читаются все молитвы с 40-го дня. Но если ребенок, все с ним хорошо, то читаются полные молитвы. Если, не дай бог, ребенок погибает при рождении, тогда читаются там короткие молитвы, где не упоминается уже о возрастании ребенка. А в остальном, следующий уже этап рождения ребенка, обряду сопровождения рождения ребенка, конечно, является крещение. То есть, 40-й день – это крещение, да? Или не совсем так? Скажем так, крещение может совершаться в разное время. То есть, раньше была традиция, опять же, не рекламентированная, традиция крестить на 40-й день, когда мать могла принести в храм. Но, опять же, это связано более с традиционными особенностями. Крещение может совершаться абсолютно в любое время, вплоть до первых минут появления младенца на свет. Допустим, если младенец появляется очень слабый, если есть опасность, что он скончается по младенчеству, то крестить могли сразу. И причем в таких случаях крещение мог совершить даже просто православный христианин, не священник. Любой мирянин, используя крещальную формулу, мог совершить крещение, а потом уже священник в храме довершает это крещение. Это, кстати, была особенностью в советское время. Так бабушки крестили очень многих людей, потому что священники не всегда могли вследствие гонений совершать крещение. Ну, я думаю, что мы более подробно продолжим. И имя наречения связано с крещением. Наречение имени было связано с крещением, потому что молитва на наречение имени, оно было привязано, обрядово привязано к таинству крещения. И связано оно было в традиции православной церкви с значением тому или иному человеку, небесного покровителя, или святого, в честь кого человек назывался. Но с течением столетий традиция очень менялась раньше. Раньше на Руссии носили даже два имени. Одно имя было обычное, мирское, другое имя было даровано при крещении. Потом стали называть в день того святого, у кого ты родился. Когда появился на свет. Да. Кстати, эту традицию я для своей семьи соблю. Я первого сына тоже в честь Андрея Первозанова назвал Андрей. Да. 31 октября. У нас вот как раз три ребенка, все три так и названы. Очень полезно, советую, помогает избежать любых споров в семье. Родился в такой день. И все, ну что, теперь вот родился. Соглашусь с вами. Никаких уже споров, как там назовем и так далее. И, соответственно, молитва на пострижение волос, и все это, это привязано уже непосредственно. Что это за молитва на пострижение волос? Молитва, которая непосредственно привязана к крещению, тоже символически обозначает, что человек становится воином Христовым, потому что именно воином стригут волосы. То есть это постригают как бы реально ребенка. И мальчика и девочку. Да, отстригают частичку волос с головы. Ага. То есть это вот, вы смотрите, как это. Сейчас, конечно, Хазрат у нас подключится. Там тоже есть. Тоже там право. Тоже есть как бы традиция пострижения волос. Еще есть. Но там, насколько мы понимаем, все-таки все строже. Более рекламентированно. Рекламентированно. Обряды, да. Насчет строгости. Всегда есть добровольность. Всегда есть добровольность, да. Но любящие родители желают для своего новенького чада благости. Желают блага. А ребенок, появившийся в этот мир, сразу начинает нуждаться. В своей защите от бед, несчастья и болезней. От проявления чужой нелюбви. Каким образом его защитить? Молитвой. Форма молитвы следующая. Как только ребенок появляется на свет, к этому моменту отец уже готов дать имя. Уже выбрано имя. Имеющее благое смысл обязательно, благое озвучание. И созвучно с именем отца. На своем примере, простите. Потому что обязательно созвучно с именем отца. Очень желательно. Чтобы люди, когда обращаются, чтобы им было приятно. Нур-Ислам ибн Зинатула. Свет Ислама, сын, украшение от Аллаха. О, как. Или Азиз, великий. Да, сын Али Гушата. Али. Да, мы знаем. Али – это имя двоюродного брата, пророка Мухаммада, его зятя. О котором он сказал, если я город знаний, то Али – это ворота в этот город. Так что тут, видите. В общем, связано все. Очень связано бывает. И имя, оно еще к тому же связывает человека с его судьбой. И вот получается, что действительно я свое, соответствие своего имени с предназначением нашел в мечети. Нур-Ислам, Свят Ислама. Ну, да, да. Это мы с вами поговорили. Да, это мы с вами поговорили. Перед передачей, да, что действительно вы как бы нашли свое. И отец выбрав имя, присваивать его ребенку. Каким образом? Обряд. По-татарски Исэм Кушу, имя наречения. Читают около правого уха. Ребенка вообще ложат ногами в сторону Мекки. Так? Говорится же еще два раза человек лежит ногами в сторону Мекки, когда имя наречение, и когда его начинают мыть. Последнее мытье. Кто читает, это обязательно духовное лицо? Любое. Лучше всего отец, конечно. Отец непосредственно. Лучше отца кто может быть? Значит, отец читает. Если он не умеет читать, не знает текста, голос плохой, тогда приглашает специалиста, имама Маазина. Читают азан около правого уха. Азан – это призыв на молитву. Прочитав азан, три раза шепчут на ухо, на правое ухо ребенка, его имя. Я, Нур-Ислам, Я, Нур-Ислам, Я, Нур-Ислам. Срабатывает как бы некая запись символическая на подкорку. Тебя призывают на молитву. Около левого уха читают хамат. Хамат – это уже призыв не наступлением времени, что уже вот наступило время, ты должен когда-то помолиться. А все уже, все встали на молитву. Хамат. Все встали на молитву. И ты, опять три раза производится имя, говорится шепотом. И ты тоже давай, вставай на молитву. То есть, как бы, происходит призыв ребенка на уровне подкорки к тому, к чему он создан. Ведь Аллах говорит, «Инна халякту джиннаваль инса, и ля ля будун». Пояснимо, мы создали людей, джиннов, только для того, чтобы они мне поклонились. Богопоклонение, богослужение. То есть, ты пришел в наш мир, ты уже с нами, ты здесь. Да. Вставай с нами. Следующие идут уже праздничные мероприятия. Это обрезание. Сунна точно его называют. Обрезание крайней плоти, медицинское мероприятие, которое раньше делали очень опытные бабаи в деревнях. Сунначи их называли еще. Они твердой своей рукой, привычным жестом отрезали то, что лишнее. То, что лишнее для человека, то, что ему может навредить. И оставили все, что ему пригодится потом. Что интересно, для мужчины это мероприятие крайне полезно в плане чистоты и в плане будущей семейной жизни. Жены, скажу так, взрослые же люди слушают, да. Жены обрезанных мужчин уже ни на кого не променяют. Тем более 16+. После обрезания. Кстати, бывает еще женское обрезание, но это по телефону или в мечеть придете, более подробно объясним. Тоже цель для совместной жизни, чтобы было благо и чистота. Затем... Это все в течение недели происходит, то, о чем вы сейчас рассказываете. Да, в седьмой день. Кто затягивает, конечно, затягивает. Но ребенок, когда маленький, он еще не понимает, для чего эта штучка нужна. И не боится. У него нет психических, психологических отложений, процедуры обрезания. Такого негатива нет. Обрезали, обрезали. А когда взрослый, я себе делал в 29 лет. Ну, у меня этот был двухнедельный, как молодежь говорит, отходняк был психологический. Это был удар, это был для меня такой подвиг, чихадный, настоящий. Но это все-таки не каждый день 29 лет. Нет, конечно. Зато после меня молодежь в Кировской пошла, мусульмане, молодежь пошли тоже обрезание делать. Так, следуем далее. Но это праздник. Праздник. Погодите, еще не начался. Люди приходят, почему? Когда обрезают, уже как бы начинается праздник. Нет, еще рано. Погодите. Потом обрезают, стригут волосы на своей голове. Бреют голову. Новорожденному. Новорожденному. Мальчику, девочке бреют полностью голову. О чем посланник Аллаху Грестьев сказал. Удаляйте то, что беспокоит. То есть эти волосы, они беспокоят ребенка. И побрили, взвесили эти волосы. И, ну, в зависимости, конечно же, от состояния, благосостояния семьи, на этот вес раздают по свертонию, по весу, соответственно, эквивалентно золоту или серебру. Вот. И тут уже начинается праздник. Подожди, а раздают нуждающимся? Конечно. Да? Нуждающимся. Конечно. То есть это можно считать его первой, как это? Садака. Первая садака его жизни. Да. Садака это? Ну, пожертвование. Пожертвование. Специальный смысл. Садака собрана на три части. Одну треть раздают нуждающимся. А с одной трети делают угощение. Приглашают всех родственников, друзей, близких. И одну треть кормят семью. Собственно, как приближающийся праздник, да? Да. Вот это и вот. И начинается уже потом сам праздник, на котором все приготовили. Позвали всех, кого только знали, кто имеет отношение к этой семье. И вот начинается объявление. Вот у нас появился такой богатырь или такая красавица. Имя такое дали ей или ему. И давайте все за него помолимся, совершим молитву за него. Чтобы Всевышний оберегал его беды и несчастья в этой жизни. Чтобы Всевышний дал ему добро в этой жизни, дал ему добро в будущей жизни. Сберег его от огня ада. Дал ему знания, которые ему пригодятся. И так далее, и так далее, и так далее. Нам сейчас сделать небольшую рекламную паузу надо. Очень скоро продолжим. Продолжается программа «Союз нерушимый». Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Еще раз представляем наших гостей. Священник Василий Песцов. Настоятель храма Яна Притечи нашего города. Первый проректор Ветского духовного училища. И Нурислам Хаджи. Имам мечети города Кирова. Еще раз добрый день. Продолжаем. Мы сегодня говорим о появлении на свет новой жизни. О рождении ребенка. И, собственно, что вот это значит для православных и мусульман. И что в этот момент нужно обязательно делать. Как это отмечать. Как разники в традиции православных. И какое значение это все имеет. Подробнее о крещении хотелось бы. Да, о православном крещении. Говорить. Да, это, конечно, самое главное таинство, которое связано с рождением детей в православии. Господь Иисус Христос установил крещение. И, крестившись впервые от Иоанна Крестителя на Иордании, с этого момента начало вхождения человека в церковь, когда он становится христианином, связано именно с таинством крещения. Это одно из семи церковных таинств. Во время его совершаются сразу два таинства. Таинство крещения и таинство мира помазания. И это ни больше, ни меньше, как еще и именуют его второе рождение. Духовное рождение. То есть, телесное рождение уже было произведено. Теперь в крещении совершается духовное рождение. В крещении через окунание в купель крещения, вы знаете, что погружается младенец в святую воду. На него сходит благодать Святого Духа, которая преобразует его естество. И он может отныне бороться с грехом, побеждать грех. Он способен быть сопричастником будущего Царствия Небесного. Опять же, в том числе в крещении прощаются, если человек крестится в старшем возрасте, в крещении прощаются грехи, которые были совершены человеком до крещения. И он ответственнее становится за те грехи, которые он совершит после крещения. И эти грехи он будет уже очищать, исправлять через таинство и исповедить, через покаяние. Собственно говоря, само же крещение настолько важно в православной церкви, что оно сопровождается, это очень важно, обещанием. Обещанием, которое должен дать сам крещаемый. Оно состоит из двух частей. Он отказывается от дел сатаны, то есть грехов. И обещает сочетаться с Христом, то есть жить по заповедям. Но вот эта проблема, она в церкви, потому что малый, родившийся у нас еще в сколько-то месяцев или ближе к году, он не может сознательно дать это обещание. И даже если чуть постарше крестят, тоже сознательного обещания не может быть. И тогда крещение совершается по вере восприемников или, как их в простонародье называют, крестных. Они на крещении, в первой части крещения за малыша дают эти самые обещания, отвечая на вопросы священников. И поэтому они принимают на себя обязанности по духовному возрастанию. Сопровождению такому. Ну да, они становятся такими друзьями семьи. Понятно, что решающая роль в воспитании все равно остается за родителями. Но когда крестные поддерживают контакт со своими крестниками, когда молятся за них, когда сами своей жизнью показывают им пример христианской жизни, тогда для детей это очень большое благо. Ведь все, что ты влагаешь в детей на этапах их возрастания духовного и телесного, все это потом ты пожинаешь в старшем возрасте. Это правда, что крестным нельзя быть больше скольких-то раз? Или это суеверие какое-то на роде? Это не суеверие, это просто некоторое уже практическое соображение. Ну вот представьте, что вы там стали 20 раз крестным, да? Ну если он такой хороший пример, он будет показывать, молиться за 20 крестникам. 20 крестникам подарки подарить, да и с каждым пообщаться, и каждого еще и посмотреть на выстинную христианскую веру наставить. Благое слово тоже подарок. Согласен. Похвалить. И поэтому, естественно, чтобы профессия крестного не превращалась в просто... Профессиональная. В какую-то такую, знаете, профессию, традицию, а действительно было чем-то, каким-то духовным расцемом. Лучше погрестили, были крестным для 3-4 человек, ну и хватит уже. Лучше вы этих вот примите участие в их судьбе. Или, допустим, вы не выросли, уже 15-16 лет им стало, они уже сами отвечают за свои поступки. Вы уже вряд ли чем-то кардинальным повлияете на их воспитание. Берите себе еще крестников. А пол крестного имеет значение? Нет, но обычно в традиции, если это возможно, делают и маму, и папу крестную. То есть, делают крестных родителей. А кто важен? Для девочки или это без разницы? Важен православный христианин. То есть, человек, который действительно своим примером даст человеку пример христианской жизни. В данном случае, неважно, священник – это отец крестный или мать крестная. Там для девочки, для мальчика. Сочетаться браком могут? В традиции православной церкви, если уже произошло духовное родство, то его не смешивают с плотским родством. То есть, крестные, если они вдвоем стали крестными, одного малыша, то в православной церкви нежелательно, чтобы они вступали потом в брак. И также поэтому не назначают крестной телесную мать. То есть, родителей не назначают крестными. Опять же, традиция. То есть, из нее могут быть исключения. Но все-таки смысл именно в этом. Духовное родство, духовная жизнь, она должна быть изделена от телесной. Она должна быть выше телесных потребностей. Дарис Ламхаджи, а в исламе есть какие-то такие аналоги крестных? Не знаю. Тот, кто сможет помолиться. Ну вот у нас, тот, кто... Вот у нас есть в Азербайджане. Что если вот человек, как бы... Мужчина держит. Ну, типа, держит тебя во время суннад в Брязани, он становится... Обычно дедушка держит. Дедушка? Ну, бывает, что кто-то держит друг отца. Если дедушки нет по каким-то причинам. Он становится, как его кирвя еще называют, почти что, как крестный. В законе нет. Традиции может быть в местной. В законе шариата нет такого ограничения. Поэтому я слушался внимательно, мне интересно. Для нас это необычно, для мусульман. Ведь для нас наш дух, наша душа вместе с нашим телом. И является руководителем действий нашего тела. Потому что есть такой великий имам Ахзам Абу-Ханифа Рахматул-Алей. Сказал, что деяния, как ветка, растут из сердца. Ну, сердца духовного, понятно. Которое украшает нашу веру и совершенствует ее. И здесь в исламе все вместе, и дух, душа и тело с ее действиями мы не разделяем. И уж если дух возвышается, он не может возвышаться без того, чтобы тело совершало различные виды богопоклонения. Тогда на основании знаний об исламе тело совершает поклонение. И это поклонение дает состояние халь по-арабски. Для души, для духа. И тогда душа как бы очищается, осветляется, вера укрепляется и возрастает. Ну, это получается вместе. Мы телом делаем намаз. От этого наша душа очищается от грехов. Ну, а кто-то, может быть, еще кто-то примером может быть как бы вот... Для примеров есть же Ишаны. Есть имамы. Кто такие Ишаны, чтобы понятно было? Ну, вообще, в Азарске я верю в него, особенно верующий человек, чистый от грехов, максимально соблюдающий пример жизни и богослужения пророка Мохаммада, мир ему. Они есть. Раньше были практически в каждой деревне свой Ишан. Последние Ишаны, шейхи суфийские были в России. Это заняло Ишан в Троицке, Челябинской области, Мухаммад Закир Аль-Чистаев в Чистополе, Шихабуддин Марджани, именем которого мечеть названа, самая старая мечеть в России. Это были Ишаны, на которых смотрели и брали с них конкретный живой пример. Не только в богопоклонении, но и в очищении души. Это даже может быть больше очищения души. Практически не остается времени, я хочу еще уточнить. Ислам Хаджи, первая неделя до праздника, до начала праздника, то, что отец шепчет на ухо, правое, левое. Это вот уже, вот этот и другие обряды, это уже и есть все вхождение в ислам, да? Или какие-то там еще должны быть дополнительные? Там будут дальше. Это уже есть вхождение в ислам. Уже все. Я пока слушал Иса Василия, для себя сделал аналогию, что то, что происходит крещение на 40-й день, у мусульман в первый же день именно речения. Потому что обряд получается очень похожий. Ну, то есть, корректно проводить параллельно православное крещение? Я думаю, корректно, да, корректно. Хотя здесь ни там, ни там не должно быть как бы насилие над ребенком. То есть, ребенку дали имя, а потом воспитывают. Потом он определяет для себя, кем он является. Ведь Богословен православный сказал, «Колю мавалюден валиден али альфитра, каждый новорожденный младенец рождается с естественной верой, верой в Бога». А потом родители его делают либо мусульманином, либо христианином, либо иудеем. То есть, мы как бы в мире его призвали, позвали, помолились, нарекли, воспитали. По совершению сам определяет. Без насилия. На этом завершаем очередную программу «Союз Нерешимый», и мы обязательно продолжим. Да. Сначала. Спасибо большое. Спасибо большое нашим гостям. Очередной раз вместе с нами интересную тему мы рассмотрели, но не закончили опять. Отец Василий Песцов и Нурислам Хаджи. До встречи. Всего доброго. Алейкум ассалям. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Союз Нерешимый